А вот решить другую проблему так быстро не удастся. Популяция волков при Байкале превысила все возможные нормы более чем в два раза. Из-за этого риск нападения хищника на домашних животных, а то и вовсе на человека, вырос в разы. Таким неутешительным выводом пришли в областном министерстве лесного комплекса. Согласно их статистике, сейчас в Тайге обитает свыше 5,5 тысяч волков. А по расчетам ученых, норма численности особей на территории Байкалья не более 2 тысяч. Такой дисбаланс привел к тому, что хищники начали выходить к населенным пунктам и убивать домашний скот. Последний случай появления зверя рядом с человеком был зафиксирован в Баендаевском районе. В связи с этим принято решение сократить количество волков на 3 тысячи. Однако пока в 2020-м охотники смогли добыть только 52 особи. Это объясняется несколькими факторами. На территории Иркутской области. Таким образом, к настоящему времени основным разрешенным способом добычи волка на территории Иркутской области являются только оружейная охота. То есть, это охота на логовах, охота на вабу и загонам. Которая к настоящему времени не является целенаправленной, высокоорганизованной и экономически подкрепленной. Потому что очень затратны эти мероприятия по поводу загонных охот. То есть, это расходы на доставку охотников, на организацию всех этих работ. То есть, очень дорогое удовольствие. Поэтому, ну и соответственно, опыта нет у многих охотников. Опытных же охотников планируется привлекать к отстрелу волков Иркутской области льготами. А разрешение на добычу животных можно будет получить по сниженной цене. Заинтересует ли кого-то такое предложение, покажет время. Стоит сказать, что наряду с лесными хищниками опасность для жителей региона несут и одичавшие бродячие псы. Фактов нападения на людей пока зафиксировано не было. Однако, домашний скот от таких собак страдает регулярно. Продолжение следует...